Мы жили на юге Украины, это город Николаев вместе с семьёй, и у нас было палящее солнце, свежие фрукты, ягоды, овощи, большое количество моря, потому что мы жили в 30 минутах от моря, ну как бы всё вроде как указывает на то, чтобы мне в жизни всё должно было хватать для моего организма, но на самом деле в 11 лет у меня нашли ревматоидный артрит, у меня начали опухать суставы, сначала это были руки, я банально не смогла сгибать свои пальцы, я перестала ходить на уроки, потому что мне было больно держать ручку в руках, у меня была вечная температура, я сидела дома с температурой 37,1-37,2, она у меня порядка года, вообще я абсолютно никуда не уходила, соответственно успеваемость в школе у меня падала, и ко всему прочему я всегда была в спорте, я всегда была дикоактивным ребёнком, я бегала на городских соревнованиях, занималась лёгкой атлетикой, начала заниматься гандболом, это была моя большущая любовь, и до сих пор остаётся, но к сожалению, я не могла это делать физически, потому что мне было очень больно, и артрит у меня перешёл с пальцев на более крупные суставы, это уже были колени, правое колено, мне было не то, чтобы больно приседать, мне было банально сгибать хоть немного колена, больно, я не могла этого делать, и всё, что, все выходы, которые искали мои родители, они не помогали, потому что мы ездили в разные медицинские центры, в том числе в Николаеве, в Киеве, это было в России, в городе Перми, и ничего мне не говорили толкового, никакую причинно-следственную связь не могли точно сказать врачи, потому что было непонятно, с чем это в принципе связано, единственное, что мне сказали, я помню эту фразу по сей день, возможно, с течением времени, когда ты вырастешь через несколько лет, у тебя это пройдёт само собой, а может и не пройдёт, и это выльется в инвалидность, честно говоря, для меня 11-12-летнего ребёнка услышать эту фразу, когда я хочу бегать, когда я хочу заниматься спортом, это будто пришибли пыльным мешком, потому что, я извиняюсь, но я не рассчитывала так провести свою жизнь, и знаете, поскольку у меня у мамы медицинское образование, мы действительно пробовали всё возможное, что можно было сделать, но за несколько лет ни разу не пришла в голову мысль действительно разобраться в физиологии, в причинно-следственной связи и начать вести здоровый образ жизни, взять ответственность за своё здоровье на себя, этого не было, и по чистой случайности, хотя я верю, что это не случайно, благодаря моему папе произошло знакомство с Coral Club, где мы познакомились с концептуальным подходом к здоровью, с возможностью разобраться, как работает твоё тело, по каким принципам оно функционирует и почему в принципе начинаются какие-либо симптомы, которые не должны происходить у здорового человека, который живёт в гармонии с собой, со своим телом. И знаете, благодаря концепции здоровья, благодаря пошаговой системе, подходу к своему телу, у меня начались изменения, потому что я начала следить за водным балансом, за качеством и количеством воды. Я начала пить не просто обычную фильтрованную, либо бутылированную, либо дистиллированную воду, которая не несёт полезных свойств организму, она просто хорошо чистая, это супер. Я начала пить воду коралловую, обогащённую минеральным составом, ощелачивающую мой организм, дающую энергию моему организму. Я прошла такие программы, как противопаразитарная программа, противогрибковая программа, и оказывается, мы этого не знали. Это было первопричиной, почему у меня начался артрит. И, конечно же, я прошла двухнедельную поэтапную очистку всего организма, колова, который я могу воды пить просто вечно. И началось клеточное питание, когда я уже после очищения на чистый организм начала питать кальцием, магнием, калием, различными витаминами, в которых нуждался мой организм. Только тогда у меня пошли реально клёвые результаты, потому что через полгода у меня не было вообще никаких признаков артрита. Ребята, я начала выходить из дома, я начала заниматься также, продолжать своим любимым гонболом. Продолжала ходить в школу, я могла уже писать. Мне не больно было ходить, не больно было сгибать руки. Это для меня невероятное счастье, потому что, когда ты понимаешь, что ты можешь лишиться движения в жизни, это очень сильно опускает твои руки. И я просто летала от счастья, и мои родители просто не могли нарадоваться тому результату, который мы получили. И знаете, спустя 10 лет, потому что прошло уже 10 лет, я придерживаюсь регулярно концепции здоровья. Я на регулярной основе пользуюсь продуктами Coral Club, потому что это мой уровень жизни, это моё здоровье, это моя личная ответственность, а не ответственность какого-либо другого человека. И знаете, мы никогда не задумываемся о здоровье, когда нам круто. Мы всегда задумываемся о том, когда начинает болеть голова, когда прищемили мизинец. Банальные вещи, но они немного портят настроение каждый день. И знаете, на наше здоровье влияет огромнейшее количество факторов, стрессы, экология, всё что угодно. Человек, который наступил тебе в метро на ногу и накричал на тебя, и уже от этого портится настроение, состояние здоровья. Хотя как бы вроде как это не взаимосвязано, но у всего есть связь. Наш организм очень умная система. И каждый день я сама придерживаюсь такой философии и стараюсь по максимуму передавать эту философию клиентам, которые приходят ко мне, что в этом мире мы абсолютно ни от чего не застрахованы. Но для того, чтобы быть красивым и здоровым, можно максимально всё зависящее делать от себя. А что от нас зависит? От нас зависит 100% движение, развитие физически своего тела. От нас зависит психология, именно позитивная психология, то, как мы будем смотреть на этот мир, какими глазами мы на него будем смотреть. От нас зависит водный баланс, качество и количество воды. От нас зависит очищение организма, насколько мы наш сосуд, в котором мы живём, будем держать в гармоничном, сбалансированном состоянии, в чистом состоянии. Насколько мы будем качественно и правильно питать наше тело, чтобы у нас и регулярно, и на регулярной основе поступали все необходимые витамины, микро-макроэлементы, аминокислоты. Очень большое количество показателей, в которых очень легко разобраться абсолютно каждому человеку. И, конечно же, это как мы будем защищать наш организм от пагубных воздействий внешней и окружающей среды. Это абсолютно банальные, простые вещи физиологические, в которых может разобраться абсолютно каждый человек, если только захотеть. И, знаете, мне, во-первых, я невероятно благодарна Коралл Клаб за то, что меня познакомили с концепцией, за то, что меня познакомили вообще, в принципе, со здоровым образом жизни, с более глубоким понятием, а не просто не пить, не курить и не есть в Макдональдсе. И я надеюсь, что мой отзыв, мой результат был для вас полезен, что если вы хотя бы 10% с этого видео что-то для себя нового узнали, это уже очень круто. И помните одну великую, но очень простую истину, что вам самим собой жить на протяжении всей жизни. И какое качество будет у этой жизни зависеть только от вас. Вот так.